Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас вы на своих экранах видите то, что мы сейчас за несколько минуточек быстренько обсудим. А главное, час пик будем обсуждать сейчас с вами. И это маленький такой 10-дневный ивентик от разработчиков, который ну очень-очень-очень хорошо пахнет халявой. И давайте обо всем по порядку. Первое, что необходимо делать в данном ивенте? В данном ивенте делать особо практически ничего не надо, кроме того, чтобы играть, получать бонусы Х2, Х5, в зависимости от того, какой бонус на каком танчике у вас стоит. Как я понимаю и как я посмотрел, в принципе, есть только ограничения в отношении того, какую минималочку вы должны выполнить на танке. То есть, ну, в принципе, заходить в бой и просто стоять, ничего не делая не получится, надо будет все-таки что-то, ну, делать, да. Поэтому, в принципе, не рассчитывайте на то, что вы ивент пройдете просто путем того, что будете заходить в игру, ложить там, я не знаю, свое портативное устройство, либо отходить от компьютера и все. То есть, поиграть чуть-чуть все-таки придется. На халяву прям совсем рассчитывать, ну, не получится. Итак, зашли, победили и за каждую победу получаете по вот такой вот дребедюхе. Вот эта дребедюха, она добавляется и, соответственно, при накоплении открываются уровни. В принципе, по моим подсчетам, для того, чтобы получить конкретно, ну, как мне кажется, самое интересное, что есть в данном ивенте, а именно вот этот вот танчик шестого уровня, Кромвель Б, это танчик средний. Я бы не сказал, что он прям явно какой-то там имбовый, но в коллекцию, согласитесь, как халява, очень даже пойдет. И я его, честно говоря, хочу в этом ивенте получить. Так вот, данный танчик, в принципе, для того, чтобы получить, необходимо победить 100 раз за 10 дней. То есть, в принципе, если начинать прям с сегодняшнего дня и в последний день тоже побеждать, ну, соответственно, 10 побед с х2 или х5 и этот Кромвель у вас в кармане. Что же касается следующей награды за 30-ку вот таких вот прикольчиков, соответственно, это снижение цены танчика в отношении его исследования, да, то есть сертификат на исследование танка 10 уровня. В принципе, в хозяйстве такая штуковина пригодится однозначно, особенно тем, кто своими силами качает, ну, согласитесь, дает скидку в 50% на исследование десятки, особенно если это какая-то страдальческая ветка, но я бы сказал, что вещь годная, вещь нужная. Если вы хотите вместе с вот этим вот сертификатиком на 10 уровень танка скидочку получить, то, соответственно, вам уже надо будет не по 10 побед в день, а по 14,5 побед в день. Ну, как-то так это получается. Почему так оно получается? Да все очень просто. Дело в том, что я посчитал, что количество побед, которое необходимо сделать на всю вот эту вот линейку в 10 уровней ивента, это получается 130 побед. 130 побед мы делим с вами на 10 дней, получается по 13 побед в день. Я почему прикинул 14,5 по одной простой причине, потому что, возможно, не каждый день у вас получится делать победы. Поэтому желательно стартовать с 14-15 побед в день, на случай, если вдруг когда-то, где-то что-то, вы не до конца сможете доиграть. Возможно, вы какой-то день пропустите, тогда, безусловно, вам придется, ну, делать уже тогда не 14, не 15 побед в день, а где-то приблизительно там как-то подстраиваться, делать по 17 побед в день. Поэтому ивент рассчитан на то, что вы будете заходить реально каждый день в игру и каждый день будете отыгрывать. Что же касается нижней вот этой вот линеечки, в отношении того, чтобы получить контейнеры с возможностью получения танчиков из них, контейнер случайная пятерка, из которой стопудово вот что-нибудь вам, да, выпадает, да, то есть в любом случае вот что-то вы из этого да получите. Контейнер классный, вопросов нет, и вы 100% с него действительно получите. Вопрос только заключается в том, что сделать мастера на Кромвеле, ну, что-то мне подсказывает, что будет немножко тяжеловато. Хотя бы исходя из того, что это средний танчик, насколько я понимаю, он не сильно может похвастаться на своем уровне броней, но и, честно говоря, вот 1757 единиц урона в минуту средняка вроде бы как бы и неплохо. И перезарядка у него 5,5 секунд тоже прикольная. Вот средний урон у него абсолютно средний и стандартный для средних танков 6 уровня 160 единиц. Поэтому мне почему-то кажется, что на этом танчике накосить мастера, это, ну, скажем так, задачка не из легких. И именно поэтому разработчики, мне кажется, и поставили, что вам достаточно всего лишь два раза получить мастера, еще раз говорю, казалось бы, всего лишь два раза получить мастера, и вы получите себе контейнеры. Но мне кажется, что не все так просто. Если бы было просто, то я думаю, что разработчики здесь поставили бы не два мастера, а там, допустим, пять, или, ну, какое-то количество побольше. Но в целом, ребята, даже если вот это у вас не получится взять, то в целом я бы сказал, что довольно неплохо. Вы получаете день премчика, нормальненько. Вы получаете на каждый уровень себе скидочку. Тоже классно, потому что если вы открываете какую-то ветку, которая доставляет вам хлопот и слез, ну, соответственно, чтобы не стирать пальцы в мозоли и пытаться отыгрывать на тяжело отыгрываемых танках, вы можете себе по 50% позакидывать так, чтобы было полегче, но и, соответственно, не до конца прям выкачивать весь танчик. Тоже, по-моему, довольно неплохой бонус. 8 тысяч свободного опыта. Казалось бы, не так уж и много, но, знаете, как говорят, с миру по нитке голому веревка, соответственно, побыстрее накопите себе на что-нибудь годное. Ну, или там, где действительно силенок не хватает. Вот этих 100 тысяч, это, конечно, как бы, ну, вообще ни о чем, да. В принципе, одна-две победы на каком-нибудь фармящем танчике, и эти 100 кусков есть. Ну, и они в виде халявы вполне пойдут. И вообще, в принципе, к вот этому вот всему необходимо относиться исключительно как к необходимости пройти для того, чтобы получить себе в коллекцию кромбеля. Как я уже сказал, я себе его получить хочу, и если боженька мне поможет, я его получу и обязательно сделаю на него обзорчик. А на данный момент у меня все. Единственная просьбочка. Если вам несложно, подпишитесь, пожалуйста, на канал, дабы не пропустить новые видео, и этим же действием вы сможете помочь мне развивать мой канал, не затеряться ему в ютюбе, но и, соответственно, дать ему возможность на существование. Спасибо большое, всех благ, всего хорошего, и, как обычно, всем желаю исключительно мира и спокойствия в вашей жизни.